Мужчина очень привязан к матери. Это означает, что от матери исходит, наверное, не счастье. А когда от кого-то исходит много счастья, то это может быть и счастье, и удача, и проклятие. Потому что если от кого-то исходит, наверное, не счастье, нам хочется всегда это иметь. Это называется привязанность. Привязанность — это сила разрушающая жизнь. Потому что когда мужчина, допустим, к матери привязан, то в результате жена становится беззащитной. Потому что мать может начать никтовать ей свои условия жизни, отношения. А мужчина, так как он привязан к матери, будет слушаться. И жена становится беззащитной. Когда мужчина женится вот кому-то, к матери или жене, жене, а мать может только давать советы, которые или будут выполняться, или не будут. И это уже семья решает, выполнять ей советы матери или нет. Если она не выполняет советы матери, она решается будет восстановлением матери. А если выполняет, может решиться отношения. Всё зависит от того, какие советы. Иногда мать может давать хорошие советы, которые сохраняют семью, а иногда плохие, которые разрушают их. Если мать дает плохие советы, которые разрушают семью, то и надо их выполнять. Но если мужчина привязан к матери, он будет выполнять все советы. Привязанность означает зависимость. Зависимость возникает от того, что от них происходит очень много и на этих людей. Что сделать, чтобы уравновесить ситуацию? Надо матери служить. И привязан к ней, а служить ей. Когда человек служит кому-то, он отвязывается. Останавливается равновесие. Посмотрите. Бывает так, что женщина очень сильно беззащитна по отношению к мужу. Она всё время унижается, слушает его оскорбление и так далее. В чём причина? И он от этого портится ещё больше. Начинает наглеить, ведёт себя плохо. В чём причина? Смотрите, бывает так, что женщина получает от мужчины с самого начала то, что она хотела. Допустим, он богатый, или у него хорошая партия, или он красивый человек, или он сильный, поводует отношения. Есть разные виды силы у человека. Когда у человека есть какая-то сила, то эта сила наслаждается она по себе. И человек впадает в зависимость по отношению к ней. С этой женщиной впадает в зависимость по отношению к богатству мужа, его половой энергии, его красоты, его влиятельности, его смелости и так далее. Что значит подать в зависимость? Это значит пользоваться этой силой и наслаждаться ей. И бояться её потерять. Это зависимость. Любая энергия людей делает человека зависимым. Но если эта женщина не будет думать о том, какой он хороший, а будет просто служить ему, тогда она выходит из-под влияния в зависимость. Как служить мужу? Надо делать для него то, что ему нужно сейчас. Допустим, если мужу нужно стать поскромнее, значит, она должна его воспитывать немедленно, чем. Но если она этого не делает, она разрушает свою семью и разрушает любовь также. Этот мужчина может обнагреть настолько, что он прямо может в дом приводить чужую женщину и на глазах уже не сексом не заниматься. Такое я встречал. Распустить человека близкого можно бесконечно. Можно бесконечно унизиться под или близким человеком. Причина этого унижения — это то, что близкий человек даёт что-то больше, чем ты можешь дать ему сам. Для того, чтобы этого не было, нужно не думать о том, что тебе хочется от человека, а просто начать служить ему. Служение успокаивает психику и высвобождает от привязанности или от его слепой зависимости от человека. Потому что любовь означает свобода. Два человека, которые любят друг друга, они свободны, они независимы. Но при этом они так же и верны. Верность — это независимость, это вид любви. Верность — это свободная вещь. Я не верю, потому что я свободен, а не потому что я зависен. Верность — это не означает привязанность. Если я хочу уйти от близкого человека, я не могу уйти, это не означает, что я верная жена. Это означает, что я привязан к нему. Привязанность означает, мне нравится эта энергия счастья, которую я от него получаю. Верность — это от любви. Верность — это энергия любви, движущаяся от меня. Я верна своему близкому человеку, потому что я так хочу жить. Это мое право быть верным. Это мой вклад в него. Это мое служение. Когда человек так настроен, он не зависит. Я служу своему близкому человеку, поэтому я верный. Я верный, а он, допустим, неверный. Ничего страшного, это его проблемы. Я верный, и это хорошо. Но если человек зависимый, и близкий человек гуляет, это вызывает унижение, чувство унижения. Если человек служит верностью, и близкий человек ведет себя неправильно, это не вызывает унижения. Чем больше человек служит близкому человеку, тем больше у него чувства собственного достоинства. Если я верный, близкому человеку, я могу прийти к нему и сказать смело «Ты не должен от меня гулять, или не должна от меня гулять, потому что я веду по отношению к тебе себя честно». Пожалуйста, прекрати так себя вести. Видите, когда человек служит, то он становится свободным, он может сказать что-то. Вот смотрите, когда два человека просто наслаждаются друг другом и живут вместе, наслаждаясь друг другом, наступает такой момент, что они вообще ничего друг другу сказать не могут. Они боятся сказать правду друг другу, и поэтому они вообще молчат друг другу. В основном говорят о погоде, о природе, о телевизоре, сплетничают друг с другом. Но сказать честно друг другу в отношениях они не могут, потому что они боятся. Причина страха заключается в том, что они друг другу не доверяют. Не доверяют. Доверие возникает только когда я служу. Когда я начинаю служить близкому человеку, то он мне становится должным. Когда я начинаю служить близкому человеку, у него появляется благодарность в сердце. А благодарность — это сила, которая заставляет меня служить, даже если ты не хочешь этого делать. Есть такой психолог, он в том свагере был, и фашисты издевались над ним. А он к ним относился очень уважительно при этом. И вкладывал в них силу благодарности. В результате эти фашисты начали к нему приходить на консультацию, советоваться с ним, как жить. А он как будто постоянно им прощал, давал ему советы. А потом они вообще спасли его от гибели. Видите, даже с врагами можно строить такие отношения, которые приводят к благодарности. Благодарность заставляет слушать и уважать человека. Две вещи, которые заставляют его. Если я служу близкому человеку бесконечно, у него появляется в сердце благодарность. Это значит, что когда я что-то говорю ему правду, ему придется слушать. Когда два человека наслаждаются друг другом, допустим, я хочу правду близкому человеку сказать. Он говорит, ну пошел ты, зачем я узнать твою правду? Я с тобой живу, будь счастлив, и все. Никакой правды мне от тебя не надо. Хочешь, наслаждайся со мной, но хочешь, уматывай. Уматывай. Но когда ты служишь близкому человеку, он так уже не скажет. Почему? Потому что у него в сердце находится благодарность. А так как у него в сердце благодарность, то ему придется слушать правду, какую ты ему скажешь. Слепому. Если ты с подобрана не говоришь правду, то так не надо делать. Это нехорошо. Ему придется слушать правду. Поэтому, когда человек начинает служить близкому человеку за плотность о нем, у него появляется право, так же его воспитывают. В личной жизни, в медали личной жизни есть две стороны. Первая сторона медали – это просто бескорестное служение близкому человеку. А вторая сторона медали – это воспитание и строгость в отношении к ним. Так вот, знайте, что без второй стороны медали – полноценная личная жизнь не бывает. Если вы просто разбудите друг друга и наслаждаетесь жизнью в отношении, это не полноценная цель. Чем глубже отношения между людьми, тем больше в них строгости. Часто сейчас принимают такие решения даже многим правительствам, чтобы детям не надо проявлять строгости. Что дети должны воспитываться только по-доброму. Это означает одна сторона медали в силу. Стрость нужна для того, чтобы развивать разум. В доброте разум не развивается. Когда человеку только по-доброму относится, он расслабляется. Вот если, допустим, я буду опаздывать на лекцию, а вы будете спокойно терпеть, я на полчаса позже приду. Будете так сидеть, смотреть на меня. Думаю, все нормально, мы ждали. И мы читаем лекцию дальше. Но если вы скажете, Артем Геннадьевич, зачем вы опаздали на лекцию? В следующий раз я уже не буду опаздывать. Понимаете, о чем я говорю? Это означает, что скромность должна обязательно. Она побуждает разум к активности. Поэтому, если в ваших отношениях нет строгости, это значит, что вы зависимы от человека. А зависимость – это не Бог. Это зло. Для того, чтобы независимость от человека, надо больше служить. Больше заботиться от него. И испытывать счастье, заботой о нем. Испытывать счастье, заботой о нем, а не зависимостью. И когда человек испытывает счастье, только заботясь о близком человеке, как это получается участие. Сейчас объясним. Вот, допустим, как я могу получить счастье от отношений с вами? Вы же ничего не делаете, просто слушаете. Я должен вам говорить то, что вам поможет. Не то, что я хочу. Мне хочется разваться за то, что мне нравится. Такие все плохие. Это вам поможет? Нет. Поэтому я не должен это говорить. Я должен говорить только то, что принесет вам счастье. И когда я говорю это, то, что вам принесет счастье, то в этот момент в ваших глазах я вижу чистоту. Чистоту можно увидеть в человеке только когда он благодарен. Благодарность – это энергия души, которая раскрывает сердце у человека. Для человека благодарен у сердца открывается. Сердце открывается. И в него можно увидеть что-то хорошее. Когда я вижу в вас что-то хорошее – это и есть награда. Потому что видеть в вас хорошее означает быть счастливым. Таким образом, если я служу вам бесколесно, я могу видеть в вас чистоту и быть счастливым отношением с вами. Но если я говорю вам что-то не то, то я тогда не увижу вашу чистоту, вы закроетесь, я буду несчастливым. Точно так же в семейной жизни. Нужно служить близкому человеку, бесколесно что-то делать для его планы, видеть в его глазах благодарность и быть счастливым. Часто люди хотят быть счастливыми от чего-то практического. «Я тебе служу, пожалуйста, приноси мне деньги». Это неправильный способ отношения. Нужно учиться получать счастье прямо от человека. не от его поступков, а прямо от него, от его взгляда, от его отношений, от его слов. Понимаете? Это делает отношения настоящими. И сердце наполняется назад тем, чем должно находиться. Есть верующие люди, а есть атеисты. Знаете, чем они друг от друга отличаются? Верующие люди наполняются счастьем сразу. Вот я верю в своего близкого человека. Я ему сделаю что-то приятное и смотрю ему в глаза. Потому что когда он благодарен, то назад приходит любовь и хорошие качества этого человека. А атеист — это тот, кто не может посмотреть в глаза. Этот человек ждёт от него отдачи с помощью денег, власти, секса и всего остального. Эти отношения, когда строятся таким образом, они разрушаются в мир. Надо назад получать только любовь. Верующий человек получает счастье сразу, а атеист, если получает через какое-то время, то хорошо. Допустим, я служу близкому человеку, а моя цель — чтобы он мне сделал ребёнка. Я хочу ребёнка, поэтому служу ему. Может быть, получится ребёнок, а может быть нет. Но даже если он получится, то когда ты ещё будешь счастливым? Ты служишь сейчас, а ребёнок пропит слов через год. Поэтому люди, которые живут вот этими вот «ты мне, я тебе» вот таким способом, они никогда не счастливы, потому что им надо ждать это счастье, когда оно придёт. Вот если я буду тебя любить, жена, может быть, мы купим машину. И он будет ждать эту машину, давать любовь и ждать машину. В этом нет счастья такой жизни. Надо счастье получать прямо и сразу. От лица человека, его глаз. От души, которая исходит из человека, от рекламы. Вы можете задать вопросы из-за того, чтобы принимать прибыль. Да? Что? Господин Олег Геннадьевич, во-первых, хотел бы вам сказать спасибо за то, что я начал каждодневную духовную жизнь. Но вот в этом есть проблема, потому что боль в суставах и в позвоночнике. – Боже наезд в позвоночнике. – Играет. То есть не дает… – А! – Не проколай. – Я все слышу, но, наверное, там не слышит. Решал. – О, первое, хотел бы сказать спасибо за то, что оно начало духовную жизнь, и здесь нет, и здесь оно уехание. Чувствую такую, как сильно это влияет на мою жизнь. Вот в этом есть проблема, потому что боль в суставах и боль в мозгомоощении, не дает стопоцентной концентрации на молитве, когда дольше пробует молиться. И второй вопрос. У меня бабушка, она 6 лет назад, и я свою молитву ежедневную для нее молюсь, не знаю. Хотелось бы знать, что помогли ей как-нибудь продолжать? Это узнается по сердцу. Когда вы помогаете бабушке, до этого вы чувствовали, что ей тяжело, у вас сердце болело. Сейчас болит? Нормальное чувствую. Нормальное чувствую. Я тоже чувствую, что ей помогло, и поэтому у вас сердце не болит за нее. Помощь родственнику, который здесь находится в этом мире или ушел в другой, осуществляется через сердце. И результат этой помощи тоже через сердце приходит. Слово «умерла» неправильное, потому что никто никогда никуда не умирает. Связь там же с бабушкой остается, она живая, просто она живет в другом месте. Если я сейчас въеду из Вильнюса, значит ли это, что я умер? А если я никогда не буду приезжать и неусторчив в этой жизни, значит ли это, что я умер? А если бабушка не может жить на земле уже, она живет на другой планете, значит ли, что она умерла? Я не знаю, что это слово. Я вас на все время обменяю, если вы меня воспринимаете как от наставника, я вам объясняю просто. Я летел самолет и смотрел интересный фильм, когда сюда летел. В это время проходил молодой человек мимо меня, и он мне вот так поклонился при всех, прямо самолет. Что сказал Олег Геннадьевич, я рад вас видеть очень. Мне было неловко, потому что многие люди мне не знают, что я Олег Геннадьевич. Что мне надо плавиться. С другой стороны, я почувствовал, что это очень хороший человек. Он очень искренне хочет изменить свою жизнь к лучшему. Это правильный подход жизни. Меняя себя, мы также меняем других. Но мы говорили про суставы на этой лекции. Представьте, вы мне будете признаваться в любви, а я в это время вас спрошу, почему картошка у вас в любви нужна. Садитесь. У меня есть доктор, здесь он помогает мне в бесплатной консультации. Вы его спросите о здоровье, и он вам расскажет. Вообще, это вопрос потери. Потому что есть такая тема в отношении к семейным. Это правильное отношение к беседе. Это очень важная тема. Она указывает на любовь или отсутствие любви. Но часто люди просто не знают. Например, если я, допустим, отчет-то говорю со своим близким человеком, то он должен обязательно в теме беседы меня спрашивать, даже если у него сильно болит зуб. Например, у меня сильно болит зуб. Жена подходит ко мне и говорит, ты знаешь, сегодня вот то-то, то-то произошло, и я не знаю, что мне делать. Что я должен делать? Я должен поддержать ее беседу и ответить ей на этот вопрос. Это называется любовь. А если я в это время не знаю об этом, что такое любовь, буду говорить, ой, ты знаешь, мне как зуб болит. Даже стричь не больно, я все равно должен ответить ей на то, что она спросила. И у нас сегодня лекция о змейных отношениях. Любовь означает с вашей стороны понять тему лекций. И я понимаю, что вы хотите со мной поговорить, я это понимаю. Но вы должны задать вопрос по теме, потому что есть еще другие люди, которые тоже находятся в отношениях сейчас с ним. Просто это началось с болью, то есть травма позвоночника совпала с теми фактом, что одна девушка, которой мы уже дружили, и она меня трогнула. Не знаю, может быть, это совпадение или что-то, потому что я думал, я поступил с ней, хотя бы она не была моей женой, я поступил с ней не очень хорошо с ней. Хорошо, но они не правы тогда. Могу сказать, что это неприятно, чтобы у вас было. Это нормально. Совпало с теми фактом. Ну это хорошо. Значит, у вас болит позвоночник. Сейчас правильно. Чтобы вы больше никогда неплохо не делали близкому человеку. Что-то с новостями делается. Раскаивается. Лечение раскаиваемое. То есть вы раскаиваетесь. Позвоночник проходит. Если болит позвоночник и связан с тем, что вы наказаны кем-то, надо раскаиваться и наказание проходит. Все. Правильно раскаивается. Правильно раскаивается. Надо думать о Боге и просить у него знания о том, чтобы понять, как делать правильно в этой ситуации. Потому что человек обычно делает неправильно, потому что у него нет знания. Раскаивание – это не эмоциональная вещь. «Ой, я больше так не буду делать, как тут ты знаешь». Будешь ты и не будешь. Это же зависит от того, что ты знаешь. Допустим, я наелся на ночь мороженого. И у меня заболело голову. И я раскаиваюсь с утра. «Господи, прости меня. Я больше никогда не буду есть мороженое на ночь». На следующий день вечером я опять хочу мороженого. Думаю, может быть, раз поеду. Раз еще раз поеду. И опять заболело голову утром. Я тогда молюсь просто – дай мне знание о том, что мне есть вечером, чтобы у меня не заболело голову. Понимаете? Человек не должен отказываться от действия. Он должен перенести его в нужное русло. И я тогда слышу на ночь то, что они вызывают боль в голову. Допустим, мне надо охлаждаться вечером. Я перегреваюсь. Поэтому мне нужен какой-то охлаждающий продукт. Но есть мороженое, которое охлаждает и вызывает боль в горы. А есть яблоки. Яблоки могут быть теплыми, но они охлаждают на тонком платье. Я поел яблоки, я охлаждаюсь тоже, но голову не по тепле. Это знание. То есть раскаяние означает знание. Надо просить знание. Вот в чем я, Господь, виноват перед этой девушкой, что она так на меня серчала, что аж меня протыла? Вот и все. Надо просить знание Бога. И потом, когда придет знание, вы также поймете свою вину. Когда приходит знание, вы потом отходите к девушке и говорите, я понимаю, что мы вместе жить не можем, у тебя уже другой человек, но я все понял. Я вот это вот неправильно делаю. Прости, пожалуйста, меня, что я так себя делаю с тобой. Вы сейчас понимаете свою виду? Да, я очень известно понимаю. Я не знаю, я не знаю, написать я и так буду. Да, это шутка. А вот какая цель у вас будет написать? Опять назад выявить отношения или раскаяться? Я просто хочу раскаяться. Мне кажется, она должна, наверное, меня забыла. Просто я чувствую имену перед ней. Ну, раскаясь, да, нормально. Это уже по теме нашим исследователям. Я никак не мог связать позвоночник и все. Должен мне все говорить. Некоторые люди переоценивают мои способности. Например, задают мне вопросы без звука. Должен как раз, вы умерзают и посмотрят. И отвечают ли мне. Иногда они не получают ответ на свой вопрос. Но я это не причем. Некоторые люди видят меня во сне. Я ей прихожу во сне, что ты говоришь. Но я в это время не прихожу к ним во сне. Я сейчас вам объясню. Это очень важно знать. Дело в том, что старший является представителем Господа, который живет в сердце человека. И если я с любовью вам читаю лекцию, то в это время я буду отвечать на ваши вопросы, сам того вы не понимали. Потому что так действует совесть. Совесть, она одна у всех людей. И она через старшего передает знания человеку. «Кому я из вас приходил во сне и сказал что-то важно?» Это вам сказала ваша совесть в моем облике. Понятно? Это значит точно, что вы меня принимаете как старшего. Когда человек принимает кого-то как старшего, то этот человек становится орудием в руках у Бога для того, чтобы передать знания. Но это не значит, что я об этом что-то знаю. Это так действует Господь. Я вам приведу этот смешной пример. Одна женщина написала в интернет, мне потом рассказали мои знакомые, что она мне задавала вопросы в уме на лекции, а я тут же на них отвечал. Но это еще не все. Потом она подняла руку, чтобы задать вопросы. И я ей сказал, я уже ответил на много ваших вопросов, почему вы еще поднимаете руки? И я этого не помню. Я не помню в целом, что вот это вот произошло. Это все прогелки сверх души и совести человека. Так дает веру в старше, совесть как дает веру в старше. Возможно ли все эти знания и принципы внутри в семье, если муж болен по алкоголизму уже 20 лет? Столько нас, столько и же нашей совместной жизни. Спасибо. Хороший вопрос. Смотрите, есть три слоя жизни, в которых живут люди. Три слоя жизни. Самый нижний слой называется невежеством. В этом слое никогда не бывает семейной жизни. Даже если люди живут вместе, они не могут быть семьей. Что значит невежественная жизнь? Невежественная жизнь – это когда в семье кто-то гуляет от кого-то, когда кто-то пьет вино, постоянно пьяный ходит в семье, когда кто-то пыльядец, то есть не работает или не хочет выполнять свои обязанности совсем. Невежественная жизнь также, когда люди не могут по-доброму общаться друг с другом, они просто кричат на друга постоянно. Невежественная жизнь означает также, когда человек занимается каким-то теневым бизнесом. Он убивает или занимается наркотиками и так далее. То есть невежественная жизнь – это когда человек находится в уголовной среде, когда он наркоман, когда у него нет совести, когда он ведет себя безрассудно и так далее. В этом случае не может быть семьей. Даже если вы расписаны с этим человеком по закону, вы муж и жена, у вас нет семейной жизни. Это не семейная жизнь. В этом случае не нужно делать вид, что ты живешь семейной жизнью. нужно отстраниться от этого человека, который ведет невежественную жизнь. Понимая, что внешне ты ему не поможешь. Есть два способа отношения строить. Один способ – это внешний, а другой – внутренний. Внутренний или через сердце – это главный способ строить отношения. Мы об этом с вами еще серьезно не говорили. У большинства людей нет через сердце отношений с близким человеком, хотя они считают друг друга мужем и женой. Возможность построить отношения через сердце возникает только через внутреннюю жизнь. В это время ты не находишься рядом с человеком. В это время ты сидишь где-то возле иконы и молишься. Но во время этой молитвы ты раскаиваешься за свои плохие поступки. Просишь прощения, прощаешь. Думаешь хорошо о человеке, благословляешь его. Пусть у тебя все в жизни будет хорошо. Пускай ты обретешь духовное знание. Пускай ты будешь счастливым. Удачи тебе, всего самого хорошего. Благословение – это единственный способ пробиться к сердцу человека. Установить отношение к сердцу. Благословение означает милость. Человек по судьбе, может быть, не имеет права это все получить, но через благословение он это получает. Когда близкий человек находится в невежестве, он в реальницу запустил. Можете ли вы исправить эту ситуацию? Можете. Для этого мы должны выйти из сферы невежества. Что значит сфера невежества для того, кто не пьет? Сфера невежества для того, кто не пьет – это ненавидеть того, кто пьет. Если я не пью, но ненавижу того, кто пьет, я точно так живу невежественной жизнью. Потому что есть два способа жить невежественной жизнью. Один способ – это делать глупости, а другой способ – ненавидеть того, кто делал глупости. И то и другое – это одно и то же. Разницы никакой нет. Просто есть явное невежество, есть тайное невежество. Так как женщина имеет скрытую природу, чаще всего женщины они не пьют, но ненавидят того, кто пьет. И оба человека живут невежественной жизнью. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга, в котором нет семьи по факту, нет семейной жизни, женщина должна начать строить отношения с Богом. Она должна молиться, сидеть в молитве, и постепенно проведет прощение по отношению к этому человеку. Вот он пьет. Почему? Потому что он не страдает. Он несчастный человек, больной. Он не плохой человек, а больной. Это уже называется страданием. Это первый этап. Когда он почувствует, что он больной, у вас к нему болезненная привязанность пропадет. И вы просто будете к нему относиться спокойно. Ваша любвиятность к нему и зло превратится в спокойное отношение. Но все равно еще рано строить отношения с другим человеком. Дальше мы должны двигаться в сторону благости. Второй слой, в котором люди живут, это слой страсти. Это слой ожидания. Слой невежества – это слой злобы, неприязни, проклятий, обиды. Слой страсти – это слой ожидания. Люди ждут любви того, как любви. Вот если ты будешь так по медности, я тоже так и буду. Слой страсти означает ждать счастья. Невежество означает требовать счастья, пытаться добиться счастья. Невежественные люди, они занимаются извращениями, они пытаются выдавить счастье через грубый секс, через грубые отношения с близкими, через насилие над ними, издевательство. Они не просто ждут счастья, они требуют счастья в себе. Страстные люди ждут счастья в любви. Благостные люди служат в любви. И получают счастье в результате свежего. Итак, пока вы ждете от того, что этот человек, который подпевает рядом с вами, когда-нибудь станет трезвым, это все бесполезно. Люди в страсти не способны добиться быть счастливыми. Не способны. Они будут ждать всю жизнь. Можно ждать всю жизнь от близкого человека. Когда же он станет хорошим? Каким ты был, таким ты и остался. Это никогда не кончится. Люди в страсти иногда впадают в печаль. Не дождавшись счастья, они входят в невежество. Сначала человек в страсти болвеет. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая, береми на шляпах, Судьбе не раз щепнем. Мерсии Богу. Двадцать лет спустя. Двадцать лет спустя. Мужки-керы составились. Уже человек в страсти, когда он обалделся, Дальше приходит печаль. Почему? Потому что, когда человек не может служить никому, У него есть только два варианта жить. Или болгеть, или страдать. Счастья ни то, ни другое не дает. Двадцать лет спустя. Сколько дней осталось, Как снять усталость? Зеленоглазое такси. Притормози, притормози, И отвези меня туда. Где будут рады у них всегда. Поперевелся. Это строй жизни, слой жизни в страсти. Люди в страсти очень привязаны к внешним целям. Надо дом, надо квартира, нужна машина, нужны кредиты и так далее. И они живут постоянно работая. Они их ждут счастья, ищут счастья. Когда оно придет? А для счастья надо работать. Человеку хочется вот чего-то в жизни. И он постоянно видит счастье в будущее. Такой человек в страсте. И он ждет, когда мой близкий человек станет лучше. Верить в это. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты, а сладость, гадость. Если человек живет ожиданиями, его результат в такой жизни всегда разочарован. Если вы думаете, что я когда-нибудь дождусь, когда мой близкий человек перестанет пить, то вы никогда не дожмутся. Когда же я обычно выйду замуж, что ли, Екатерина Ильич? Назовите мне дату. Никогда не дождусь. Да, потому что человек, когда человек чего-то ждет, он никогда не дождется. Ожидание не приводит к положительному результату. Когда девушка живет в мечте, она думает о принце на бедлом коне. Когда же ко мне придет мой близкий человек? Никогда не придет. Потому что благость — это не мечты и не ожидания. Благость — это путь. Благость означает, что надо что-то делать. Надо улыбаться, заботиться обо всех. А это трудно. Ждать, когда тебя не любят, будут любить. Это не трудно. Но это не дает никого не заход. Но начать быть женщиной очень трудно. Для этого надо звонить потом, чтобы говорить, как у вас дела, я вас люблю. Звонить родителям, об этом же говорить. Приготовить, покушать, всем пирожки раздать, соседям. Собачку утренную кормить. Женская энергия. И так далее. Понятная система? Если вы хотите, чтобы ваш муж бросил пить, это хорошее желание. Но об этом думать и надо. Надо постоянно стремиться к Богу, молиться, выходить из невежества, из страсти, в благость. Когда вы выйдете в благость, у вас в сердце появятся силы побеждать судьбу. Вы почувствуете, что это возможно, победить вот такое страдание, что муж болеет против организма. И как вы его победите, я вам сейчас объясню. Первый этап победы. Вы не будете страдать рядом с этим человеком, который пьет. Вы простите его, примите его, начнете саботиться о нем. Говорите, что вы у него хороший. Убедите в нем хорошие черты характера. Перестанете видеть в нем пьяницу. А убедите в нем хорошего человека. Хотя он будет еще выпивать продолжать. Дальше, как только это произойдет, у него совесть начнет душить его. Он будет раскаиваться, он будет пить продолжать и плакать потом, когда отрезвеет. Что он с таким хорошим рядом человеком живет и пьянется. А потом он начнет меньше пить. А потом он вообще бросит. А сейчас я вам докажу, что это так. Поднимите руку, у кого это уже произошло. Вот смотри в ту за. Есть такие люди. Это означает, что я вам сказал всем правду. Потому что правду всегда подтверждается с помощью практики. А те, которые постоянно ненавидят своих близких людей из-за того, что они пьют. И те, которые постоянно ждут, когда они бросят пить, никогда не дождутся и никогда не станут счастливыми. Потому что счастье достигает только человек, который вкладывает любовь в отношения. Любовь приходит через молитву. Сначала верим, копим веру в сердце, потом отдаем. Копим веру, отдаем. Но если вам невыносимо больно жить с пьяницей, то это необязательно. Веда объясняет, что если вы семья, то вы можете жить вместе или можете жить раздельно. Семья от этого не уменьшается. Можно жить рядом с человеком, можно жить раздельно. Но никогда не помышлять и разводиться с ним. И это значит, что вы честный человек. Вы можете жить с ним вместе. А если вам нет где жить, значит живите раздельно в одной квартире. Не общайтесь с ним. С невежественным человеком не обязательно общаться. Просто служите ему. Готовьте, убирайте, желайте счастья. Все. Не обязательно с ним разговаривать. Живите своей жизнью. У вас может быть жизнь на вышли, как реакция, постоянно с ним. Я не разрешаю, живите со мной. Потому что я в этом случае не представляю себя как мужчина. Я просто передаю вам знание, которое идет от вашего сердца. Все. Все, что вам нужно, вы возьмете. Все, что не нужно, нет. Я тоже живу в наушниках. Я тоже слушаю лекции постоянно. Несмотря на то, что у меня все благостные вокруг. У меня благостные люди, занимающиеся духовной практикой, окружают меня везде. На работе, дома, везде, где бы я ни находился. Вы тоже благостные люди. Бог меня освободил от плохих людей. Я свои дань им отдал. Даже мои родители, которые дали мне страдания в детстве, сейчас идут путем благости. Потому что все меняется в жизни того человека, который вставлен в правильный губ. Субтитры создавал DimaTorzok